Приказом Министерства обороны от 4 июля котельная бывшего военного городка Ясная Лавянинского района будет передана на баланс поселения. Уже принято решение о том, что в предстоящий отопительный сезон она, как и прежде, будет работать на дорогостоящем мазуте, а эксплуатировать ее по договору с муниципальной властью продолжит ремонтно-эксплуатационное управление Министерства обороны. О том, какая работа по подготовке к зиме ведется на объекте и в поселке, выясняли наши корреспонденты. Жилой фонд сельского поселения Ясненское – это более 40 благоустроенных домов. Все они были переданы от военных муниципалитету весной нынешнего года в состоянии, требующем, если не капитального, то основательного ремонта. Вот уже лет 10 военные в ожидании передислокации в эти дома ничего не вкладывали. И теперь непростое и довольно запущенное хозяйство досталось созданному месяц назад муниципальному предприятию ЖКХ Ясная. Мы стараемся привести в порядок живой фонд. Именно сейчас квартиры, которые сейчас забиты, мы стараемся, то, что даем, переселенцам, их ремонтируем полностью, ремонт делаем. То есть остекление проводим, там крыши, сантехнику ремонтируем. Дороги стараемся все эти разбитые заливаем бетоном. 72 человека работают на предприятии. Слесари, сварщики, электрики, плотники, кровельщики, дворники. Причем примерно половина, говорит директор, это переселенцы из бывшего военного городка Стей. Здесь они нашли для себя не только жилье, но и работу. Чистят засорившиеся колодцы, меняют трубы, задвижки и узлы. В подвалах ремонтируют крыши. Только шифер нынешним летом здесь намерены поменять сразу на 32 домах. Главная проблема – отсутствие обещанной помощи из краевого бюджета. Поднимался вопрос выделения 7 миллионов непосредственно для проведения текущих работ по тем же самым жилым домам, по подготовке теплотрасс, канализационных систем. Но на данном этапе решение этого вопроса, то есть поступление этих финансовых средств до нас не дошли. Дефицит финансов серьезно тормозит и подготовка к зиме котельной. Ремонт до сих пор ведется только благодаря старым запасам и спонсорской помощи предпринимателей. Из восьми котлов к работе полностью готов пока лишь один. Не хватает техники и материалов. Упорно-регулирующей арматуры нет. Трубы надо, электроды надо. Все нужно. Асбест нужен листовой, паранит нужен. Материала практически никакого нет. Кое-где надо было трассы, конечно, вскрыть, поменять участки. Нет труб, нет техники вскрыть, нет крана, нет экскаватора. В связи с передачей котельной на баланс муниципалитета, заботы по подготовке к зиме теперь, скорее всего, полностью лягут на плечи краевого бюджета. А это по самым скромным подсчетам 1 миллион 800 тысяч рублей. Еще примерно 190 миллионов рублей потребуется на покупку мазута. Светлана Верхотурова, Дмитрий Денисов, Вести ЧТА.